Финал уже прошел, а мы продолжаем снимать наше видео. Вы никогда не поверите, где мы находимся сейчас. Мы приехали в гости к нашим победительницам-двойняшкам, но не домой, а в их школу. Камон! Вот, сегодня, девочки, мы будем смотреть, какая они школа, как они учатся, где они черпали вдохновение в подготовке к домашнему заданию. А еще девочки говорят, что они очень крутые директоры, поэтому пообщаемся, посмотрим и узнаем. Сергей Михайлович, сразу хочу вам от всего конкурса сказать спасибо за то, что поддерживаете наших участников, за то, что вы даете им возможность полноценно участвовать в конкурсе. Я бы сразу хотела вас спросить, как вы относитесь к тому, что вообще молодежь принимает участие в подобных конкурсах? Ну, во-первых, спасибо за поздравление, очень приятно. Я, конечно, положительно отношусь, и самое главное, это должна инициатива быть девушек, потому что именно, вот так скажем, их желание, их стремление. Ну и когда, если человек заинтересован, понятно, уже стоит вопрос о создании условий. Тогда мы уже находим какие-то общие вопросы. Тем более, что наша школа одна из крупнейших в Кире, 1425 человек, это третье место из 65 школ. И поэтому в нашей школе есть 5 спортивных залов, которые мы эксплуатируем по максимуму. И реализуем, как скажем, тот проект, от которого говорит и президент Российской Федерации, что школа, это, так скажем, второй дом, где люди семьями, вечерами приходят, занимаются спортом, отдыхом и так далее. Ну, конечно же, это вот, ну, очень здорово. Вет, когда вообще учителя, директора поддерживают настолько, как вы поддерживаете, потому что девочки не раз нам рассказывали, как им, ну, какая поддержка оказывается со стороны администрации школы. Вообще, как вы отнесли к тому, что впервые за 8-летнюю историю конкурса первое место разделили две ученицы вашей школы, причем все острые, без мяшки? Ну, дорожусь, наши, причины очень все. Вот, конкурс «Небратная популярность», да, из вашей школы постоянно участвуют девушки, в том году участвуют, в этом. У нас также еще есть конкурс «Мистер старшеклассник», видите, где мы продолжаем поддерживать ваших учеников. И вообще, на что вы готовы? Конечно, ну, тут надо сделать рекламу, потому что действительно как-то, я не знаю, может, еще какую-то более массированную, еще как-то. Потому что понятно, что вот интересный конкурс, когда действительно там есть федеральный уровень и так далее, увлекающий, да, но вот, чтобы дойти, грубо говоря, до ученика, чтобы сказать, что есть такое, чтобы дети принимали. Потому что это еще пропаганда, может быть. У нас есть несколько идей. Я думаю, что мы 20-летие школы сделаем, например, в фойе установим большой телевизор, и вот какие-то ролики, типа даже вот о вашем конкурсе, что он есть, что наши дети участвуют, побеждают. Все это надо. Спасибо вам большое, очень приятно. Желаю вам процентального успеха в высшей школе и еще больше побед. Спасибо. Следишь ли ты за проектом? Да. Я что-то не содержу. Я подписана на канал. Да. Отлично. Замечательно, что присядок и далее потом. Как ты помогала девочкам нашим? Ну, во-первых, я учусь Сашу с Настей с первого класса, мы еще в садик вместе уходили. То есть 11-12 лет уже вместе. Здорово. Вот. Вообще, ну, когда я узнала, что Саша с Настей участвуют в конкурсе, я была так счастлива, ну, серьезно, я очень рада была, что они решились участвовать. Замечательно приходить тоже, кстати, к участку. После-таки победительницей. Барни, следите ли вы за нашим конкурсом, за каналом, вообще за мероприятием? Жената. Подписаны на канал. Замечательно. Саша, помогает. Как помогали девочкам? Ну, я танцевал, Насте танцую. Не, а, морально помогал. Пошел, удалял, поддерживал. Здорово. Кстати, да, на мероприятии про ландер-дюк группы поддержки девочек, что у Ильяны, что у двойняшек. Вот, у вас было очень-очень много человек, которые девочек поддерживают. Правда, такая поддержка, но вообще нереальное, очень здорово. Девочки, по-моему, ты забыла, не слава. Саня, вы пошли участвовать, как в проекте относитесь? Я хочу исполнить, но, к сожалению, времени не падает штаба. А я ищу подругу. Вот, все, спасибо большое. Итак, вот, мы находимся в зале, где наши участницы готовились. И Ильяна, и Саша с Настей. Вот, тоже, кстати, участница. Финалистка. Да, финалистка. Именно, правильно, да, и везет на этом акцент. Здесь девочки готовились, здесь они проводили очень-очень много своего времени. Расскажите, вообще трудного ли было? Что вообще было в подготовке для вас трудным? Занять зал. Он всегда занят просто. Кем-то. Как вы видите? Очень трудно было собрать людей, вместе репетировать. Потому что у каждого свои дела. На все находили на нас время, спасибо. На полуфинале вообще было так, что у меня Настя танцевала. Да. Самое, что меня удивило, что девочки на протяжении всего конкурса были втроем. Они друг у друга в номерах участвовали. Я сразу обратила внимание, мне так это понравилось. Поэтому девочки очень любили. Только 66-я школа, только мы уже дали, да. И так мы станем будущей звездой конкурса Мистер Старшеклассники 1016. Влад, ты, как мне известно, хочешь принять участие в следующем году. То есть уже даже в этом сезоне, да? Почему? На девочек посмотрел, да? Захотелось? Да, захотелось. Хочу проявить себя, посмотреть, на что я способен. Замечательно. Девочки, будете помогать? Конечно. А как? Хорошо. Что ждет от вашего номера? Мой любимый вопрос. Я думаю, будет танец и что-нибудь связанное с бояной тематикой. Замечательность. Хорошая тема для конкурса. А помогал ли ты девочкам вообще в конкурсе участвовать? Следишь за проектом? За проектом слежу, морально помогай. Отлично, спасибо тебе большое. Как вы относитесь к нашему конкурсу? Потому что учащиеся в вашей школе участвуют в таких конкурсах. Мы очень давно знаем, что такой конкурс есть, но как бы со стороны наших учащихся такого желания не было. А вот нынче наши девочки, близняшки, сестры Богдановы участвовали в этом конкурсе. Они репетировали всю осень. Мы им предоставляли актовый зал, лишь бы они победили. Они победили. Да, я думаю, вообще умеете, молодцы. Еще вот у вас у Яна Луковского участвовала. Да, и вообще, вот думаю, что в будущем еще будет у вас ребята, дети участвующие в школе. Будете ли вы их поддерживать и вообще... Да, у нас очень много творческих ребят. У нас даже проходит целый танцевальный конкурс. Вот в январе, в с 5 по 11 класс ночи все будут танцевать. Поэтому я думаю, что они очень раскреплечены и с удовольствием будут участвовать в ваших конкурсах. Спасибо вам большое. Почему мы пошли участвовать в конкурсе вдвоем? Она без меня не пошла. Так-то наоборот. Я первую подала заявку и просила Сашу пойти со мной. Вдвоем легче, поддержка. Ну, только по номерам сложнее, а так... Мы всегда везде вдвоем, и сейчас решили тоже идти вдвоем. Ну, оригинально. Вы вошли в историю в конкурсе, как две сестры-двойняшки. Что вы чувствовали, когда вы выиграли, когда назвали ваши имена? Опишите, вы знаете, чувства. Ты несложно, понимаешь? Даже недели не прошло, кстати, сколько. Мы до сих пор не верим, да. Да, мы очень удивились, мы не ожидали. Потому что нам все говорили, все куплено, все куплено. Я ей такая стою. Ну, ладно. Это вообще я им купила. Да, шла, говорю, так, давайте-ка вот эти вот. Все. Не, ну серьезно, вот нам постоянно, на протяжении полгода, да, вот сколько мы это все проходили, нам все говорили, все куплено. Там даже говорили девочку, и вообще мы такие, да что, ладно, ну что за бред. Ну, потом уже все смирились, что конкурс куплен, а потом такие сказали, что... А потом вот, да, вот мы уже стояли. А-а-а, это вообще... Я, я рыдала. Поэтому ничего у нас не куплено. Не куплено, ничего. Ничего. Не куплено. Вообще, что вам нравилось, расскажите, во время конкурса? Процесс подготовки этот весь. Ну ты медленно. Да, нет, сам. Катя очень крутой хореограф. Все научились у меня там сладить, как короткая, блин. В общем, нравились в родине мастер-класс бассейна. Просто мы много лет ходили в бассейн, а потом перерыв. И вот сейчас так снова воспоминания такие. А тебе, Саша, что понравилось? Все мне понравилось. Вот вообще все. А вообще, что пожелаете девочкам, которые еще хотят поучаствовать? У меня подрастающие поколения. У нас так много девочек собирается идти, вот, в следующем году. Так что мы им хотим пожелать, чтобы они не сомневались. А если уж они пошли, если есть мысль идти, чтобы они даже не отказывались, потому что это реально очень интересно. И не уходить перед финалом за один день. Потому что они столько теряют, вот, серьезно. А главное, получать удовольствие от каждого мастер-класса, репетиции, своей какой-то тренировки в актовом зале. Потому что такой один раз бывает. Отрываться, в общем, не забить на учебу. Да. Надо же когда-то отдыхать. Немецкие отдыхают с душой. Воздание. Так что идите, не пожалеете. И ничего не куплено. Да. Идали, да? Нет, не куплено. Как вы совмещали учебу, конкурс, свои занятия, тренировки, что угодно, вообще как? Поделите секрет. Танцев нам пришлось уйти. Да. Вообще уйти. Вот. Учебу. Но это не из-за рис. Но потом догоняли. Вот. А так что? Выделяли время, распланировали день. Уроки делали. Такой же ежедневник. Видите ежедневники. Как меня научили, ну и все. Да, очень классно. Приходили, что, от часов, где? Даже. Позже даже. Да, позже. Я еще с собакой показала. Потом уроки делали до двух часов ночи. Иногда. Все нормально было. Продолжаете ли вы общаться с участниками 2015 года? Без них вообще очень-очень скучно. Мы стараемся вот сейчас собраться в родину, еще куда-нибудь. Дурья, скажи, что-нибудь скучаешь это по девочкам? Ну, за мной скучаю. По ним мне не приходится скучать. Я их вижу каждый по жизни. Я до сих пор скучаю по второму полуфиналу. Вообще очень. Да, у нас была наша четверочка. И как-то баниту нам вы разделили. Каким вы представляете образ победительницы мистер-шеклассницы и мистер-шеклассницы? То есть вот образ. Какой должен быть человек? Его внутренние качества, его внешние данные. Амбициозный должен быть. Ответствует. Очень талантливый. Да нет, ну не очень талантливый. Ну, он должен хаотически делать, чтобы что-то хотели. Он должен любить конкурс. Очень должен. Этим конкурсом. Хотя бы эти полгода. Не пропускать ни одну репетицию. Да, вот скажите будущим участникам. Потому что мы не пропустили ни одну репетицию. Если ни одну репетицию, мы здесь, да. Ну, это просто интересно. Вот правда, что я сама участница, то есть я участвовала. Я говорю, на самом деле интересно, а не просто так, ходим, надо, значит надо. Это просто интересно, поэтому придите, смотрите, на самом деле. Вы, я думаю, вообще ни одну репетицию не хотите пропускать. А внешне, конечно. Да не важно. Это не важно. Не важно. Хорошо, мой последний вопрос. В чем секрет успеха? Вообще человека? Поддержка. Уверенность в себе должна быть. У нас умеренность. Я вот не уверена в себе вообще. А конкурс помог, может быть, как-то? Очень, да. Я теперь на камеру мега. Научили. Кстати, да, у меня даже всю жизнь связана с камерами там. И очень помогла. Сейчас не будешь от камеры там. Просто вообще. Ого, ты как прелесть. И тебе, Настя? Что в любом? Ну, вообще, в чем секрет его успеха? Молодцы. Я чуть-чуть повыше. Вот, поддержки, конечно же. Ну, когда добиваешься того, чего ты хочешь. Цель на кокетке себе поставить. Ходица. Спасибо вам, Канас. Мы любим мистер-шеклассницу. Я тебя. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спасибо. 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 Спасибо.